Вообще, любая компания – это уродливая копия руководителя. Любая компания. Это то, что у тебя в голове, то и у тебя в конторе получается. Он должен сам, во-первых, прокачиваться постоянно. И, к счастью, сегодня очень крутых тренингов много. Очень крутых тренеров по бизнесу много. Если к ним не относиться, а, шарлатаны, то, в принципе, ты поймешь. Часто бизнес-тренерам говорят так. У него своего бизнеса нету, а он меня будет учить. Потому что у него таких амбиций нету на бизнес. Ему нафиг этот геморрой не нужен. Но он знает правильно структурировать твой бизнес. Зарабатывай свои миллиарды, заплати ему тысячи долларов. И иди, зарабатывай миллиарды. Любой тренер стремится к счастью. Это такая профессия, которая и стимул в этом и находится, в балансе. Бизнес – это сильно неструктурированная штука. Бизнес всегда с перекосом в сторону стресса, в сторону достигаторства какого-то. Близко к счастью даже не подходит. Очень мало счастливых бизнесменов. Очень много фантиков вокруг, типа успешный успех. Но внутри начинаешь ковырять – счастья мало. А бизнес-тренер может быть счастливым. Он может в любой момент остановиться, поехать куда хочет. Бизнесмен – вряд ли. Во всяком случае, стоимость изменения планов у тренера сильно дешевле, чем у бизнесмена. Надо быть готовым к изменениям. Сейчас кто-то уже имеет крупный бизнес. Им нужно понять, что если они не изменятся, то это будет падать все. Это будет разрушаться медленно и постепенно. Потому что условия игры изменились. Сейчас время структурированных людей. Грубо говоря, время задротов. Чем больше метрик, тем успешнее бизнес. Метрики дают у тебя понимание того, что не так. Кардиограмма твоя. Смотрите, вот тут очень опасная такая штука. Почему говорю про прозрачность бизнеса, чтобы там битрикс был и так далее. Чтобы не было сговора и воровства. Когда отдел продаж находит общий язык с финдиром, это ну капец это. Потому что финдир с бухгалтерией у них более-менее. Бухгалтерия со складом. И короче, все, зациклилось. И ты банкрот просто станешь. И поэтому очень важно, чтобы это было прозрачно. Как справлялись в 90-е, в 2000-е, в нулевые. Их просто лбами сталкивали всех. Им давали разные задания. И они друг против друга стыковались. И они всегда не могли понять, почему они воюют. И они поэтому друг друга сдавали и бежали к директору. А директор, как третейский судья, там все вот это договаривался. И он точно понимал, что не воруют. Но это тогда спасало, сегодня уже надо прозрачнее более. И тогда будет понять. Это же внедряется там не вот так, это внедряется в течение года. То есть потихоньку один отдел переформировал, второй. Тихо, тихо. Если тебе говорят, мы там через месяц все изменим, лучше таким не ходи. Год надо, чтобы переструктурировать компанию. Хотя бы год.